Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это две семьи машиностроителей. Я, как отец, жена моя, инженер-механик тоже, бывший главный конструктор, и мой сын инженер по технологии машиностроения роботизированного производства. Мы создали предприятие, намечали, что мы будем производить насосы, будем производить вентиляторы, которых в Казахстане к тому времени производили недостаточно. 23 года потребовалось на то, чтобы из маленького семейного предприятия выросло крупное акционерное общество. Сегодня промышленное и бытовое оборудование «Келет» представлено во всех областях республики. Имеется 19 дилерских центров. Продукция поставляется на 15 тысяч промышленных предприятий по всему Казахстану. Успех бизнесу принесли не только мастерство и профессионализм его основателей, но также упорство и борьба за каждого клиента. В первые годы независимости – самое тяжелое время для страны, когда в Казахстан хлынул поток дешевой китайской продукции, а предложение в разы превышало спрос, удержаться на плаву было крайне сложно. Помогла смекалка и готовность работать, какие бы условия ни предлагал рынок. Так для молодой компании семьи ПАП все началось с бартерного обмена. Нам предложили поставку аргона для андежанского завода электродвигателей. Мы 100 баллонов аргона поставили, потом они дали заказ на поставку 2000 баллонов аргона. Они нам платили электродвигателями. Мы электродвигатели поставляли насосным вентиляторным заводам. Они нам платили по бартеру вентиляторами и насосами, которых мы тоже включили в программу продукции, поставляли предприятиям разных отраслей Казахстана. Сегодня завод выпускает серьезное оборудование. Это отопительные котлы, насосные станции, автоматические агрегаты поддержания давления. Многие создаются по собственным чертежам и схемам. С выбором направления семья не ошиблась. Какое бы время и условия ни сложились, человек всегда будет нуждаться в воде, воздухе и тепле. Это подтверждает и спрос, который с каждым годом растет, позволяя компании производить продукцию на миллиард тенге ежегодно. Мы производственное коммерческое предприятие. Из 3 миллиардов 700 миллионов запланированных на этот год продаж оборудования, мы примерно миллиард 100, миллиард 200 должны выдать собственного производства оборудования. В том числе мы делаем электрические котлы. От 6 киловатт до 1000 киловатт установленной мощности. И это позволяет обогревать помещения даже в самых суровых условиях. Наши котлы себя очень хорошо зарекомендовали в условиях Астаны, Северного Казахстана, где температура воздуха может опускаться до 45-50 градусов. И наши котлы работают надежно. Людям именно за это их любят. То есть мы делаем в год около 6 тысяч котлов. Говоря в целом о промышленном производстве Алматы, следует отметить, что здесь работают свыше 184 тысяч субъектов предпринимательства, 1825 промышленных предприятий, 30 из которых экспортоориентированы. Ежегодно ими выпускается более тысячи видов продукции. Только за прошлый год алматинские компании выдали товаров собственного производства на сумму 526,5 миллиардов тенге. Один миллиард из этой суммы приходится на предприятие «Келет». В год компания производит около 6 тысяч различных котлов. Самый мощный из них может обогреть территорию с небольшой аул. Видите здесь котел. Это 340 киловатт. Это 3400 квадратных метров отапливаемой площади. Он позволяет отапливать практически школу, такой небольшой поселок. То есть, в принципе, такая достаточно большая мощность. Важно не только производить, но и быть в ответе за свою продукцию. Контроль качества – одно из важнейших составляющих любого производства. Особенно в условиях ЕС и ВТО, когда отечественным предприятиям приходится конкурировать с мировыми товарами. На своем предприятии Александр Пап внедрил венгерские принципы контроля. Все покупаем материалы, комплектующие изделия, оборудование. Проходят ходной контроль, предпродажную подготовку. У нас есть специальный участок в составе работников отдела технического контроля. Мы в течение 23 лет наращивали количество стендов, приборов для контроля изделий. Так что мы не только визуальный контроль производим, а приборный контроль изделий для электродвигателей, для насосов, для стабилизаторов напряжения. Доля казахстанского содержания в продукции компаний растет из года в год. В одних изделиях уже удалось добиться показателя 80%, а в других – до 40%. Подбадривает производственников неуклонно растущий спрос на отечественную продукцию. Ее приобретают не только для крупных промышленных предприятий, но также для многоэтажных жилых домов и агрокультурных комплексов. В котлах это порядка 78%. То есть, как бы, наше производство, то, что у нас сертифицировано по СТКЗ. Где-то есть 60%, где-то есть 40%. То есть, на самом деле, мы кроме электрических котлов делаем еще гидрофреши. Это установки для поддержания давления в частных домах. Порядка 6 тысяч штук в год делаем. Насосные станции, многонасосные станции для высоких домов, для полива больших оросительных систем. То есть, как бы, у нас работают по всему Казахстану и в Актюбинской области, в Кокшитавской области, в Цельноградской области на поливе станции, которые дают по 2,5 тысячи кубов воды в час в контейнере. Поливное земледелие повышает урожайность в 4 раза. То есть, применение нашей станции повышает урожайность, вот, например, картофеля в 4 раза. И действительно, люди очень довольны, что именно автоматическая станция в автоматическом режиме воду позволяет качать из речки, из водоема и на полив отдавать. Осваивать новые производства, неустанно улучшая качество выпускаемой продукции, основной вектор развития. С этой целью предприятия закупают новейшее в мире оборудование, внедряя в производство новую технику и технологии. Этот аппарат лазерной резки металла – главная гордость завода. Он позволяет резать металл по чертежу с точностью до 80 микрон. В СНГ подобная установка единственная. Чтобы контролировать работу огромной машины, шесть конструкторов-технологов прошли обучение в Женеве. Это полностью автоматическое производство. Оператор дает машине задание, а она уже сама приступает к работе. Все происходит достаточно быстро и бесшумно. Благодаря этому лазерному оборудованию, возможности предприятия значительно расширились. В разы увеличилась скорость производства. При помощи этого оборудования у нас расширились наши технические возможности. То есть конструктор со своего рабочего места через сеть передает уже модель той детали, которую нужно сделать из листового металла. Она поступает на рабочее место оператора, как на лазерную резку, так и на листогибочный станок. И оператор уже, включая программу, режет и гнет то, что нам необходимо. Преимущество этого оборудования заключается в том, что мы для производства новых видов продукции ушли от множества вырубных штампов, которые стоят достаточно дорого. Мы стали гибкие, универсальные. В связи с этим себестоимость выпускаемой нами продукции становится намного ниже. Мы начинаем быть довольно-таки конкурентно способны на рынке по сравнению с Россией и дальним зарубежьем. Помощь при обретении высокотехнологичного оборудования оказало государство. А именно программа «Дорожная карта бизнеса-2020» по ней через фонд «Дому» было выделено 34 миллиона тенге субсидий. Помимо льготного лизинга, посредством государственной поддержки компания также сумела пополнить оборотные средства. В 2014 году мы купили лазерную установку швейцарской фирмы «Бистроник», два кромка гибочных пресса. Мы за лазерную установку с автоматическим складом металла и два кромка гибочных пресса заплатили миллион двести тысяч евро. Причем нам Горакимат помог заключить договор. И мы в 2015 году внедрили лазерную установку. Перед тем мы покупали турецкую конвейерную автоматическую линию мойки, фосфатирование, покраски, порошковой краской, потом полимеризация. И мы получаем качественное покрытие толщиной 35-65 микрон, которое обеспечит защиту от коррозии. И наши изделия не ржавеют. Нам помогли получить кредит в сумме 500 миллионов тенге под 6% годовых для пополнения оборотных средств. И мы в этот кризисный период стараемся сохранить работоспособность. И мы ставим задачи увеличения объема в реализации. Высокотехнологичное оборудование позволяет не только улучшить качество производимой продукции, но и значительно снизить ее себестоимость. Благодаря внедрению новых технологий, компанию удалось сдержать рост цен. Та продукция, где есть казахстанская доля, позволяет нам удерживать уровень цен на приемлемом уровне для покупателей. Практически цена наших котлов почти не изменилась. Дело в том, что мы весь прошлый год ввели модернизацию, мы внедряли новое оборудование, мы ставили новую окрасочную линию, установку лазерной резки с листогибами, мы дорабатывали конструкцию. Таким образом, мы снизили себестоимость продукции. Практически мы, даже при том, что в наших котлах тоже есть иностранные комплектующие, мы смогли удержать цену на прежнем уровне. Схождением Казахстана в ЕС и ВТО рынок значительно расширился. В больших объемах поступает продукция не только из России и Китая, но и из европейских стран. Как выжить отечественному предпринимателю в этих условиях? Главное конкурентное преимущество, говорят на заводе, это соотношение цены и качества. То, что не может предложить продукция из-за рубежа. Здесь, чтобы быть конкурентным, надо действительно продавать продукцию высокого качества, высокой энергоэффективности. Любая экономия может оборачиваться в значительной экономии для потребителя. Поэтому мы поставляем, допустим, насосные станции, они у нас очень энергоэффективные. Государство не только субсидирует производство, выдает льготные кредиты, но также помогает с загрузкой и заказами. Акимат Алматы в настоящее время ведет точечную работу по продвижению казахстанского содержания в госзакупах товаров, работ, услуг и по загрузке мощностей промышленных предприятий города. В рамках комплексного плана алматинские товаропроизводители смогут участвовать на различных международных республиканских выставках и бизнес-форумах. Городские власти города Алматы постоянно уделяют внимание нашему предприятию. Мы видим, что Аким города взял курс на загрузку алматинских предприятий. Во всяком случае, на те объекты, которые строятся в Алмате, на те объекты, которые будут в Алмате перспективны, он старается, чтобы получили алматинцы работу. Именно на эти предприятия как можно больше поставить алматинской продукции. Его прямо внимание на этом сосредоточено. Это большой плюс. Помимо универсиады, компания участвует и в строительстве объектов Экспо. Поставит оборудование общей стоимостью в 60 миллионов тенге. На достигнутом предприятие останавливаться не собирается. И в планах текущего года – освоение новых линий. Мы в этом году действительно, с учетом того приобретенного оборудования, в том числе и по государственной программе поддержки предприятий машиностроения 2020, то есть мы в Лизинг смогли приобрести лазерную установку очень приличного уровня швейцарскую. Мы осваиваем производство новой продукции. И в этом году мы должны освоить 18 моделей калориферов электрических до 60 киловатт мощности установленной. Это прямо хорошая продукция. И уже в этом месяце, в феврале, мы выпустим первых 9 из 18 изделий по партии по 10 штук. Венгерские принципы ведения бизнеса – европейское качество и казахстанское содержание. Вот три ключевых фактора, на которых зиждется производство. Благодаря успешной работе и труду, компания «Келет» стала одним из немногих экспортоориентированных промышленных предприятий в Казахстане. География распространения продукции растет из года в год. На сегодняшний день котлы, насосы, вентиляторы и множество других товаров компании продаются в Россию, Кыргызстан, Таджикистан. Планируется экспорт и в Иран. Развитие и рост отечественных предприятий – это основа процветания всего общества. Высокотехнологичное производство в Казахстане уже не мечты, а реальность. Вы смотрели программу Terra Industrial с Мадиной Ашиловой. Увидимся в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова